Говорят, что обещанного ждут три года. В случае с Балаковскими обманутыми дольщиками так и вышло. Чуть больше, чем за три года, их проблема была решена. Во многом благодаря активности самих дольщиков, которые боролись за свои недостроенные квартиры. И этот срок – хороший результат в сравнении с ситуацией в том же Саратове. Как они сами говорят, мы дольщики 20 лет. Вот ждали земельный участок, там что-то построили немного и уперлись, что вокруг полно частного жилья. И эти частники не хотят уезжать. А дом нельзя построить, не снижая вот эти частные постройки. Государство им говорит, губернатор, коллеги, давайте, у вас тут еще пока стройки никакой нет большой. Экономики не получается, потому что стройка встала. А те частники большие деньги за это спросят. Давайте мы вам дадим новый участок, где есть хорошая экономика. То есть строители готовы за это взяться? Нет. Мы 20 лет ждали, мы отсюда никуда не пойдем, будем еще столько ждать. То есть уже для каких-то вещей, для каких-то вещей, конечно, нужно искать разные способы и механизмы. Поэтому хорошо, там вот организовано и сейчас ЖСК организовано, и с дольщиками работает, разные случаи есть. Поэтому вот у вас то, что здесь совместными усилиями сразу вышли на такой результат. Фактически у нас Песной начал первый строить. Строительная компания Леонида Песнова возвела дом для дольщиков за год. Причем не по проекту обанкротившегося Саратовгостроя. Но при этом все получили квартиры согласно вложенным в строительство средствам. Соседями дольщиков станут переселенцы. 121 квартира, да? А здесь получается у дольщиков 73 квартиры. И на будущий год у тебя остается еще? Еще столько. Столько, да? Ну, хорошо. Чуть больше. Хорошо. Так, все, каждый свою квартиру знает, да? Или нет? Ну, заходим, по возможности заходим. Вы как, барабанами, не барабанами, ничем по метражу? Нет, у нас, во-первых, половина квартиры была куплена у Саратовгостроя. И вот те, кто именно в этих блоксекциях купили, они на своих местах и остались. То есть убрали первый и шестой подъезд, но так как этих подъездов не стало, то мы сюда заселили вот с этих, с первых и шестых, которых не существует. Понятно. В приоритете был этаж, квадратура, этаж, расположение. То есть все это учитывалось. 25 декабря дом будет сдан в эксплуатацию, но уже сейчас все коммуникации к новому строению подведены. Даже около открывают, чтобы сварные работы ведет, ректорка разведена, я так понимаю. Да, разведена, да. А там подоконники, все это рама, все это понятно. Ну, хорошо. Репутат Госдумы Николай Панков отметил, что в Саратовской области проблема обманутых дочек сложилась искусственно, намекнув на действия прежних руководителей региона, выходцев из Балакова. Весь строительный комплекс, я думаю, винит руководителей, которые были в Балаково, возглавляли область. Что получилось? Когда ваши представители в Саратове, а у вас был и ГУКС ваш, и имущество ваше было, это же все были жители Балакова, возглавляли вместе с губернатором, то дошло до того, что все строительные организации были выдавлены со строительного рынка и ушли в строительство частного жилья. А на социальных объектах работало только две организации – строительство Саратово-Горисского. Других организаций на территорию области не пускали. Таким образом, строители, которые строили жилье, понастроили его избыточное количество, взяли кредиты, жилье построили, и жилье коммерческое, потому что оно дорого стоит, не было востребовано жителями. То есть, а его никто не купил. И строители оказались в банкротстве. У них не оказалось возможности иметь свободных ресурсов. У них оказалось, что банки не дают им кредиты, потому что они их набрали, а дома не вернулись. И таким образом получилось, что с приходом федеральных каких-то объектов в область их не могут тяжело построить. Сейчас ситуация в сфере строительства начала меняться. Дома обманутых дольщиков достраиваются, люди получают долгожданные квартиры. Вот и в Балакове совсем скоро в новом доме будет новоселье. Также в микрорайоне планируют развивать инфраструктуру. Мы это все делаем, а вот школа, где у них детский садик, вот как мы привязаны вообще к объектам высотской культуры-быты, или просто мы дома строим и все. Нет, вот как раз в связи с тем, что вы выбили для Балакова детский садик, у нас тоже два места. Мы буквально через дорогу, вот третья школа, здесь школа бокса, и прямо через дорогу мы сейчас третью школу проедем, посмотрим, мы вам покажем угол, где будем планировать поставить детский садик. Но несмотря на успешно проведенную коллективную работу по решению проблемы, один момент обращает радостное событие. Дольщикам придется нести дополнительные немалые затраты, чтобы в их квартирах стало тепло. Дольщики сталкиваются с такой проблемой, как установка ИТП. Это порядка 1,5-2 миллиона на один дом. Может быть, Палты Плюс будет? Может, надо встречаться, давайте, встречайтесь. У них пилотный проект был намечен на 51 дом, но как бы это не состоялось, я думаю, может быть, они нас будут рассматривать как пилотный проект. Николай Васильевич, ну а мы вообще как дольщики, как бы если даже в дальнейшем будем рассматривать строительство ИТП, но это, конечно, по сердцу ножом, одним словом, мы еще столкнулись с такой трудностью, что точка ввода у нас уже существует на сегодняшний момент с 4-го подъезда, и тепловой пункт установлен у нас в 4-м подъезде, но Палты Плюс рассмотрела, якобы ссылаясь на свои проектные документы, делали точку врезки у нас в первом подъезде. И, соответственно, инженерную сеть я должна полностью перестроить. Это вообще колоссальные будут деньги и колоссальные затраты. Но даже отминусовав там сделать транзит, протянуть по длине всего дома, то это будет порядка 300 тысяч на вскрытку. А как так получилось, если по проекту как-то, где? Ну, я думаю, что у них был старый проект, и к реалиям этой жизни он не был предусмотрен. На сегодняшний момент Палты Плюс тянул ветку к этому дому, и, соответственно, он протянул тепловой узел, вот сделал... Да, да, а для нас это чревато, это денежные вложениями. Да, так что, да? Ну да, конечно. И они говорят о том, что выход из положения можно найти транзитными трубами. То есть я отсюда, точка врезки, и погнала к своему четвертому подъезду. Вы понимаете, это опять же денежные затраты. Новоселы надеются, что Т-плюс пойдет им навстречу и включит новые дома в третьем микрорайоне в пилотный проект по установке индивидуальных тепловых пунктов. Пять раз уж определили, что проблема обманутых дольщиков решается сообща, то как-то неправильно требовать с них дополнительных, ранее не предусмотренных денежных вложений.